Что такое нейрон? Нейрон — это такая маленькая штучка, которая соединена с другими маленькими штучками. В какой-то момент Леша Тихонов мне показал нейропоэта. Нейропоэт — это, собственно, алгоритм, который генерирует стихи. Был такой писатель польский Станислав Лем, я в детстве его очень любил. Он еще, по-моему, в 64-м году написал рассказ, где два изобретателя делают автопоэта. Но я, когда это все увидел, решил, что надо записать рок-альбом. И мы вместе как-то подумали и решили, что это будет Егор Летов. И сделали это. Довольно сложно отличить текст, написанный роботом, от текста, написанного человеком, особенно если не сопоставлять какой-то массив текстов с другим массивом текстов. Тут же дело в том, что никто не знает, что такое идеальное стихотворение или идеальный хит. То есть очень большая проблема с тем, что у нас нет объективных метрик. Если мы можем поставить задачу сгенерировать какой-нибудь текст, а как создать параметры того, что станет действительно интересным, успешным, до сих пор непонятно. Я думаю, что роботы-журналисты не смогут писать критические заметки про искусство пока. Но просто если мы робота научим, например, анализировать искусство импрессионистов, то когда он первый раз в жизни увидит какую-нибудь картину Рембрандта, он скажет, ой, боже мой, что это такое? Я вообще не понимаю, что с этим делать. Я думаю, что будут появляться формы творчества, более связанные с интерактивной генерацией. Я слушаю музыку, а музыка подстраивается под мое настроение прямо сейчас. Не на уровне подбора песен, а на уровне прямо генерации музыки. Я думаю, что это в каком-то будущем будет возможно. Как только искусство станет каким-то статичным, понятным всеми, вот таким каменным объектом, то, наверное, оно искусством быть перестанет. Субтитры сделал DimaTorzok